Что покупателям предлагают под видом творога и есть ли в продукте, которая на витрине называется йогурт, молоко? Это на рынке Шапашкар в Чебоксарах сегодня выяснял Народный контроль и наша съемочная группа. Добрый день! Заметитель главы города, координатор партийного проекта Народный контроль. Одна из точек на рынке. Координаторы проекта Народный контроль просят продавца показать развесной творог и получают пакет без каких-либо опознавательных знаков. А где у вас маркировка этого творога? Накладной на продукт у продавца не оказывается. Тогда специалисты из Роспотребнадзора просят предъявить этикетку хотя бы на таре, откуда творог расфасовали. Выяснилось, то, что продают под видом творога, им не является. Продукт растительный, творожный. То есть это является грубейшим нарушением? Конечно, на ценнике должно быть написано продукт творожный. К этому грубейшему нарушению добавляется еще несколько. На этикетке просто не прописана дата производства. Видимо, поэтому в книге жалоб есть запись о том, что покупатель приобрел здесь продукцию, просроченную на год. Пока представители Народного контроля и Роспотребнадзора фиксируют нарушение в одной точке, другие в спешке закрываются. Нас заметили издалека, и почти все продавцы начали закрывать все свои торговые места, собственно. Мы, исходя из этого, не проверили все то, что мы планировали. То есть это как раз таки говорит о том, что значит им было что скрывать. В соседнюю точку мы зайти успеваем. История повторяется, только уже с йогуртом. Продукт, соответственно, йогуртовый. Йогуртовый микс Черникова должны писать. Здесь имеют растительные жиры, а на этикетке как бы это не указали, что они имеют растительные жиры. Ни в одной из точек, которая проверила Народный контроль, не обошлось без нарушений. Почти нигде на витрине холодильника не было градусника. Как того требуют нормы. Продавцы работают без головных уборов. Ну это социально значимый продукт. Были и отравления, были и нарекания. Значит мы обратили внимание сейчас вот запись была в книге жалоб о предложении, которая женщина, может быть это мама, может просто житель нашего города, которая купила молочные изделия с просроченным сроком один год. Будут сделаны замечания, и мы будем контролировать, чтобы эти замечания были учтены. Информация по Роспотребнадзор, и следовательно они будут уже выезжать, смотреть. Жалобы поступали не только на молочную продукцию, но и так называемые разливайки. В районе рынка их несколько. Удивительно, но единственное выявленное нарушение – отсутствие бумаги в туалетах. Что касается шума в вечернее время и других неудобств для местных жителей, народный контроль бессилен. Пока это в рамках закона. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.